Девушки отдыхают Ты истребляешь всякого отступающего от тебя Первое место А второе место 138-й псалом 7-й стих Это более знаменитые слова Как-то 72-й псалом 27-й стих Редко читаешь Не так сильно это тебя ободряет в жизни Что Бог истребляет всякого отступающего от него А вот 138-й псалом Более любим и известен Куда пойду от духа твоего И от лица твоего Куда убегу Взойду ли на небо Ты там Сойду ли в преисподнюю И там ты И вот вы знаете Такое ощущение Что эти два места Писания противоречат друг другу Потому что В 138-м псалме Мы читаем о том Что наш Бог Вездесущий Нет ни одного Сантиметра квадратного Во вселенной Где не было бы Божьего присутствия Куда бы ты не ушел Бог уже там Он не идет с тобой Он уже там Поднимаешься на небо Там ты Сойду ли в преисподнюю И там ты То есть Если Бог Везде То возникает вопрос Как же тогда получается От него Можно уйти Как можно Вот как написано В 72-м псалме Удалиться Как можно От него Уйти И как можно К нему Прийти Как можно От него Удалиться И как можно К нему Приблизиться И мы отлично Понимаем Что конечно же В Библии Нет противоречий Просто Бог нам Желает Показать Как бы Две стороны Одного Целого С одной стороны Да Наш Господь Вездесущий И Его присутствие Наполняет Всю Вселенную С другой стороны Конечно же Наша жизнь Может Совершенно Не соответствовать Божьей воле И Божьему призванию Для Нашей Жизни Отсюда Часто Возникает У верующих Некоторые Непонимания Как мы Приближаемся К Богу Потому что Возникает Такая опять Какая-то Странная Картина Что есть Бог Который Всеми силами Пытается От нас Убежать И спрятаться А мы Должны Приложить Опять Опять Где-то Нет Ну Давайте Будем 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 его Искать Давайте Будем 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 Столько Мудрости Будем Такой Убегает Убегает От нас Ну Как Он Так Быстро Бежит Мы Будем Идти К нему Ну Как Мы Его Догоним Ну Никак Не Можем Догнать И Возникает Такая Претензия Господи Ну Сколько Можно Ну Сколько Можно Господи Вот Почему Мы Постимся Ты Не Видишь Брали Брали Пост Смеряем Души Свои А Ты Не Знаешь И Мы Говорили С вами Что Есть Такое Уверующих Представление О Посте Что Ты Ищешь Господа Найти Его Не Можешь Тогда Ты Думаешь Ну Не Буду Есть Тогда Это Все Что Когда В Тюрьме Плохие Условия И Заключенные Они Объявляют Голодовку Чтобы Воздействовать На Начальника Тюрьмы Таким Образом Вот Мы Объявляем Голодовку Есть Не Будем Похудеем Нам Будет Плохо Вот Из-за Него Из-за Него И У нас Так же Что Пост Это Своеобразная Голодовка Мы Объявляем Боже Мы Тебя Ищем Ты Куда Ты Убегаешь Объявляем Голодовку Пока Ты Не Придешь К нам Умрем Будем Так Паститься С целью Воздействовать На Бога Такое Ощущение Какие Мы С вами Чудесные Расчудесные А Бог Все Так Норовит Улизнуть Куда То От Нас Спрятаться Куда То И Поэтому Мы Постимся А ты Не Видишь Смеряем Души А ты Не Знаешь Вот В день Поста Вашего Вы Исполняете Волю Вашу И Требуете Тяжких Трудов От Других Вот Вы Поститесь Для Ссор И Распри И Для Того Чтобы Дерзкую Рукою Бить Других Вы Не Поститесь В это Время Так Чтобы Голос Ваш Был Услышан На Высоте Таков Липос Который Я Избрал День В Который Томит Человек Душу Свою Когда Гнет Голову Свою Как Тростник И Подстилает Под себя Рубище И Пепел Это Ли Назовешь Постом И Днем Угодным Господу Вот Пост Который Я Избрал Разреши Оковы Неправды Развяжи Узы Ерма И Угнетенных Отпусти На Свободу И Расторгни Всякое Ермо Раздели С голодным Хлеб Твой Из Китающихся Бедных Веди В дом Когда Увидишь Ногово Одень Его И От Единокровного Твоего Не Укрывайся И Драгоценные Смотрите Священное Писание Говорит С одной Стороны Бог Вездесущий Его Присутствие Везде Никуда Нельзя Уйти Где Бы Не Было Его Присутствие Он На Всяком Месте Он И Справа Он И Слева Он И Спереди Он И Сзади Но Точно Так же Драгоценные Священное Писание Говорит Что Наш Бог Это Свет Наш Бог Это Любовь И вы Понимаете Мы Можем Быть На Месте Где Его Присутствие Но Не Переживать Его Присутствие Почему Да Потому Что Мы Не Синхронны С Ним И Мы Не Чувствуем Его Это Знаете Все Рано Что Как Вот В Семейной Жизни В Семейной Жизни Вот К сожалению Сегодня Огромное Количество Браков Заканчивается Разводом До Восьми Браков Из Десяти Сегодня Заканчиваются Разводом Но Даже Вот Те Два Брака Оставшиеся Которые Не Разводятся Насколько Среди Них Много Счастливых Супругов Не Просто Которые Не Развелись А Счастливы Ведь Это К сожалению Типичная Картина Когда Люди Живут Под Одной Крышей Совершенно Разными Жизнями И вот Есть Супруги На одной Территории Находятся В одной Комнате На одной Кухне Кушают Ужинывают Но Между Ними Словно Никакой Связи Внутренней Нет Нету Никакого Тепла Нет Никакого Взаимопонимания И Поэтому Да Чисто Физически Находятся Вместе А Внутренне Не Не Случайно Говорят Почему Во время Ссор Люди Кричат Друг На Друг Вроде Рядом Находятся А Кричат Друг На Друг Да Потому Что Они Может Быть Физически Рядом А Внутренне Они Так Далеки Они Пытаются Докричаться Потому Что Душа Другого Она За Многие Многие Километры Находится От Тебя И вот Точно Такое Ощущение Вот Мы Кричим Богу Мы Молимся Такое Чувство Что Он Где-то Далеко И Не Хочет Его Присутствие Везде Никуда Нельзя Уйти Там Где Его Нет А Насколько Мы Переживаем Его Присутствие Насколько Мы Наполняемся Его Присутствие Такое Чувство Что Он Везде Но Он Не Хочет Чтобы Мы Наполнялись И Мы Начинаем Говорим Господь Ну Что Ж Такое Мы Молимся Мы Даже Ползали Уже Не Един Три Дня А Тебе Как будто И Дела Нет Тут И Схудали Уже Вот Я Мимо Холодильника Без Дрожи Уже Пройти Не Могу А Такое Чувство Тебе Вообще Дела Нет Ну Как Так Что 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 За Любовь Такая И Вот Смотрите Здесь Бог И Говорит им В этом месте Писания Что Вы думаете Что Вы Вашим Поиском Бога Который Вы Усиливаете С помощью Поста Вы Каким-то Образом Хотите На Бога Как Бы Как Бы Воздействовать Как Будто Он Убегает От Вас И Вы Никак Не Можете Догнать И Господь Ну Хватит Убегать Но Не Можем Тебя Поймать Но Люди Мы А Ты Бог Ну Как Нам С Тобой Состязаться Да Никак Да Бог Говорит Неужели Вы Не Можете Понять Что Тут Все Дело Не В Боге Бог Он Везде И Вы Сегодня Слышали Говорили Что Его Присутствие На На Всяком Месте И На Всяком Месте Мы Можем Наполниться Его Славой Но Почему Мы Не Наполняемся Его Славой Почему Мы Находясь В Его Мы Несинхронны С Ним Мы Даже Во Время Молитвы Пытаемся Видите Бог Исполнить Волю Свою Во Время Поста Мы Говорим Вот Надо Это Вот Надо Это И Мы Как Б 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 Божье Присутствие Мы Не Переживаем Мы Говорим Господь Ну В чем Дело Ну Сколько Можно Ну Мы В церковь Ходим Мы Молимся На что Бог Отвечает Говорит Так Вы Молитесь И Поститесь Для Себя Настоящий Пост Настоящее Приближение К Богу Это Не Попытки Изменить Его А Это Собственное Изменение Так Чтобы Твоя Жизнь Начала Быть Синхронной С Богом И Только Тогда Ты Можешь Переживать Его Присутствие И вот И Получается Ты Словно Приближаешься К Нему Хотя Одновременно Он Является Вездесущим Богом Но Словно Твое Сердце Приближается Это Это Между Супругами Которые В ссоре Вдруг Возникает Взаимопонимание И Та Же Самая Комната Которая До Этого Оказалась Мрачной И Давящей Словно Солнышко В ней Восходит И Все Меняется Что Поменялось Внутренне Люди Открылись Друг Для Друга Внутренне Сердца Начали Биться В такт И Все Словно Вокруг Преображается Точно Так же И В нашей Жизни Бог Желает Смотрите Чтобы Наше Сердце Билось Его В так Чтобы Наше Дыхание Было Синхронно Было Синхронно С Его С Его Духом Поэтому Если Мы Думаем Что Молитва Приближения Это Орать И Орать Орать И Орать В молитвах Мы Ничего Так И Не Поняли Вот Смотрите Я На Время Оставлю 58 Главу И Открою Вам Из Нового Завета Уже Знаменитое Знаменитое Место Да Вот Матфей 15 Голова 8 Стих Приближаются Ко мне Люди Сии Как Устами Своими И Чтут Меня Языком Сердце Жи Их Далеко Отстоит От Меня Но Четно Чтут Меня Уча Учением Заповедям Человеческим Да Мы Находимся На месте Где Божье Присутствие Но Наши Молитвы Это Всего Лишь Выражение Каких-то Звуков Слов Мы Говорим Что-то А Сердце Оно Не Синхронно С Богом Поэтому И возникло Часто В христианстве Заблуждение Что Чтобы Приблиться К Богу Мы Должны Как Можно Больше Говорить Слов Хотя Иисус Сказал Знаменитые Слова Нагорные Проповеди Не Будьте Как Язычники Которые Думают Что В Многословии Своем Или В Современном Переводе Говорится Чем Больше Они Скажут Слов Тем Лучше Их Услышит Господь Не Будьте Такими Людьми Потому Что Сила Молитвы Не В Словах Не В Скорости Не В Правильных Фразах И Все Вот Эти Книги Которые Учат Как Правильно Молиться То Ли Духу Святому То Ли Отцу Во Имя Иисуса Христа И Вот Люди Пытаются Найти Какую То Формулу Чтобы Наконец Бог Их Услышал И Они Были Богом Найдены Так Вот Бог Всегда Показывает Что Главная Формула Как Быть Им Найденным Это Синхронизировать Своё Сердце С Его Сердцем Бог Есть Любовь Если Ты Хочешь Быть Синхронный С Ним Начни Проявлять Любовь В Своей Жизни К Другим К Ближним Взял Пост Это Время Синхронизировать Своё Сердце Это Не Орать Время Это Не Попытки Разжалобить Бога Тем Что Ты Уже Столько Времени Не Кушаешь Пост Это Синхронизация С Богом Как А Бог И Говорит Да Вы Поститесь Для Ссор Для Распри Там Что Что Хотите Вам Что Надо Вы Что Недовольны А Нам Все Рем Что Надо Мы Все Рем Что Недовольны Для Нас Единство С Богом Это Торопится И Нам Непонятно Господь Это Что Такое Мы Постимся А Ты Не Торопишься Нам Помогать На Нашу Молитву Ты Не Торопишься И Уже Возникает Такой Страшный Вопрос А Существуешь Ты Вообще Не Отвечаешь На Мои Молитвы На Большинство Из Них По Крайней Мере Да Вот Бог Тебе И Говорит Таков Ли Пост Который Я Избрал Да Как Таков Нет Не Таков А Какой Господи Пост Тебе И Пост Наш Не Нравится Какой же Пост Он Говорит Вот Пост Который Я Избрал Разреши Оковы Неправды Развяжи Узы Ерма Угнетенных Отпусти На Свободу И Расторгни Вся Ермо Раздели С Голодным Хлеб Твой С Китающихся Бедных Веди В дом Когда Увидишь Ногово Одень Его От Одинокровного Не Укрывайся Что Это Такое Это Все Стремление Когда Мы Синхронизируем Нашу Жизнь С Жизнью Божьей Бог Есть Любовь Мы Начинаем Проявлять Любовь Бог Есть Свет Мы Стремимся Его Свет Сиять Для Наших Окружающих Бог Говорит Вот Что Такое Приближение И смотрите Восьмой Стих Тогда Откроется Как Заря Свет Твой И Истреление Твое Скоро Возрастет И Правда Твоя Пойдет Перед Тобою И Слава Господне Будет Сопровождать Тебя Тогда Ты Возовешь И Господь Услышит Возопьешь Он Скажет Вот Я Когда Ты Удалишь Из Среды Твоей Ермо Перестанешь Поднимать Перс И Говорить Оскорбительное И Отдашь Голодному Душу Твою И Напитаешь Душу Страдальца Тогда Свет Твой Взойдет Во тьме И Мрак Твой Будет Как Полдень И Будет Господь Вождем Твоим Всегда И Во время Засухи Будет Насыщать Душу Твою Утучнять Кости Твои Ты Будешь Как Напоенный Водой Весат И Как Источник Которого Воды Никогда Не Иссекают И Бог Говорит Нам Что Вот Это Время Поиска Бога Время Поста Это Не Время Усиления Децибел В нашей Молитве Это Не Время Когда Мы Ускоряемся Как Можно Больше Слов Сказать Чтобы Вот Наконец Услышал И Понял Как Он Нам Нужен Нет Это Когда Мы Усиливаемся И Проявляем Его Через Себя Через Своё Сердце Через Свою Жизнь Как В делах В Поступках И Тогда Тот Кто Везде И Нужно Никуда Ни В Москву Там Ни Нью-Йорк Ни В Австралию Никуда Нужно Ехать Или Лететь Чтобы Найти Его Конечно Интересно Путешествовать По земле Которую Бог сотворил Но Чтобы Найти Творца Не Нужно Никуда Путешествовать По сути Я Многократно Говорил Что Поиск Бога Это Путешествие Оно Очень Короткое Из Этого Очень Сложное Вот Отсюда Когда Мы Из Умственных Своих Концепций Мы Переходим К вере Нашего Сердца Вера Которая Стремится Проявлять Бога В своей Жизни И мы Начинаем Делать Добро Мы Начинаем Прощать Мы Начинаем Миловать Мы Не Начинаем Как Можно Больше Говорить Говорить В молитве Слов Раньше Тут Женой Говорил А тут Бога Ищу С Богом Теперь Начинаю Судить Рядить Общение В семье Важно Но Часто Наши Дела В семье Намного Громче Наших Красивых Слов Говорят Можно Говорить Жене Прекрасные Слова Прекрасное Обещание Но если Она знает Что ты Ничего Не сделаешь Столка От этих Красивых Слов Вроде Бо Говоришь А не Работает Точно Так же И мы Думаем Бога Впечатлить Как Много Мы Говорим Как Много И О чем Только Мы Не Говорим И Сколько Я Видел Таких Людей Молитвенников Которые Были Такие Жестокие Какие Нетерпимые Такие Агрессивные Недовольные Ничем Были Думаешь Как Это Так Люди Все Время Общаются С Богом Который Есть Любовь И Так Сильно На Него Не Похожи Ведь Писание Говорит Худые Сообщества Развращают Нравы По Идеи Добрые Должны Что Созидать Нравы С Кем Поведешься И Вот По идее Если Ты Повелся С Богом Ты Должен На Него Походить Это И Есть Поиск Бога Что Такое Поиск Бога И Ты Чего Ничего Не Делаешь Только Молишься И Молишься Вот Это Поиск Бога Многословие Что Да Нет Поиск Бога Это Вся Твоя Жизнь И По сути Молитва Это Не Обряд Или Ритуал Это Некая Внутренняя Связь С Богом Некое Внутреннее Общение Взаимоотношения А Общение И Взаимоотношения Тем Лучше Чем Более Синхронно Живут Люди Когда Их Жизни Они Соответствуют Друг Другу Мы Живя В Обидах В Недовольствах С тем Я не Разговариваю Я Обиделся Вот Тот Вообще Брат Он Мне Два Года Такую Сюнью Подложил Я Даже Смотреть На Него Не Хочу А Это Вот Я Не Знаю Было Там На Домашней Группе А Это Тоже Я Знаю У меня Сестра Про Него Рассказывала И Утром Приезжаешь Там И Ты Думаешь Что Бог Говорит Целую Неделю Вставал Раньше Приезжал В церковь На Молицию Ну Ну Как же Такому Это Не Ответить Да И Опять Таки Мы Думаем Что Мы Что Он Такой Ну В этом Мире Начальники Они Как Правило Очень Люди Такие Сердитые И У них Всегда Не Хватает Времени И Нужно Пробиться Вот К ним К Начальникам Как То А Бог Начальник Всех Начальников Он Наверное Вообще Сердитый И У Наверное Вообще Нет Времени И Ты Пытаешься Всеми Силами Воздействовать На Этого Сердитого И Вечно Занятого Бога У Которого Вся Вселенная И Еще Ты Со Своими Проблемами И Прибегаешь Господь Чтобы Там Он Наконец Среди Тысячи Голосов Твою Услышал И Пришел К тебе Я Пощусь Уже Сегодня Делю В доме Молитвы Езжу А Ты Не Стыдно И Вот Мы Начинаем Знаешь Вот У нас Уже Столько Боли Накапливается Мы Думаю Это Что Что Такое Я Не Ездил На Молитву Ничего Не Переживал Я Езжу Каждый День Ничего Не Переживаю Это Такое Что Молишься Что Не Молишься Все Одно Получается И Люди Тогда Вообще Разочаровываются Во всем И в молитвах И всем Ну Не знаю Как там Может Конечно Кто-нибудь И может Там Бога Найти Да Ну Ну Это Точно Не Я И Мы Не Понимаем Что Поиск Бога Это Не Крики Это Не Это Не Увеличение Время Молитвы И Не Усиление Слов Это Совсем Другое Что Такое Поиск Бога Синхронизация Жизни Вот Вы знаете Когда Это Как Опять Таки Супруги Далекие Друг от Друга Они Орут Друг Друга Во Время Ссоры И Не Слышат Правда Да А Если Люди Синхронно Живут Они Могут Сидеть Слегка Соприкоснувшись Головами Да И Без Слов Общаться Потому Что У них Словно Дыхание С Дыханием То Есть Не Во Внешних Вот Этих Проявлениях Поиск Бога Не В Криках Не В Чем А Когда Твое Сердце Синхронно С Его Сердцем Твой Дух Синхронен С Его Духом А Иначе Люди Сии Устами Приближаются А Сердце А Устами Бессмысленно Потому Что Когда Ты Кричишь Это Все Физические Вещи А Бог От Тебя Физически Не Удален Он Здесь Прямо Тут Вот Должно Быть Поиск Бога Внутри Он Не Внешний Никакой Нам Не Нужно Никуда Ездить Нам Внутри Что-то Нужно Изменить И Поэтому Смотрите Бог И Говорит Что Тогда Свет Твой Взойдет Во Тьме И Мрак Твой Будет Как Полдень И Будет Господь Вождем Твоим Всегда И Во Время Засухи Будет Насыщать Душу Твою И Уточнять Кости Твои И Ты Будешь Как Напоенный Водой И Сад И Как Источник Которого Воды Никогда Не Иссякают И Иисус В принципе И пришел Чтобы Вот Раскрыть Нам Эти Вещи Показать Нам Что В Ветхом Завете Люди Чтобы Приблизиться К Богу Да Они Шли В Храм В Храме Они Приносили Жертвы Да Сегодня Нам Не Нужно Идти В Храм Какой-то Земной Даже Когда Верующие Называют Свои Молитвенные Дома Свои Молитвенные Здания Храмами Это Очень Условно Это Лишь Место Где Мы Собираемся Храм Сегодня Это Мы Жертвенник Наше Сердце И Мы Идем Во Святое Святых Потому Что Сегодня Господь Не Во Святом Святых Земного Храма А Он Находится Во Святом Святых Нашего Сердца Как Говорил Иисус Царство Божье Внутри Вас Апостол Павел Добавляет Христос Вас Упование Славы И Возникает Парадокс Мы Приближаемся К Богу Но для Этого Нам Не Нужно Делать Ни Одного Внешнего Шага Все Находится Внутри Нас Нам Только Нужно Наше Сердце Синхронизировать С Его Сердцем И об Этом Опять Мы Говорим Иисус Нам Показывает Смотрите И апостолы Показывают Да Вот мы Читали Слова Христа Что Люди Приближаются Устами Чтут Языком Сердце Далеко А вот Яков Откроем Четвертую Главу Восьмой Стих Знаменитые Слова Смотрите Приблизьтесь К Богу И Приблизиться К вам Яков 4.8 Знаменитые Слова Приблизьтесь К Богу Приблизиться К вам Опять Мы Думаем Приблизьтесь К Богу И часто В нашей Старе Думают Нужно Ему Какой-то Храм Великий Отгрохать Услышали Да Что У нас Чуть ли В нашей Области Не собирается Самый Большой Храм Православный Построить Такой Ему Отгрохать Бог Как Увидит Свердловская Область Наконец И Свердловская Область Будет Царством Божьим На земле Просто Почему У нас 16 Этажная Церковь Здесь Стоит Поднимаешь На 16 Этаж Там Уже Все Херувим Серафим Все Приблизь К Богу Или Может быть Как-то Особо Кричать Или Особо Стучать Или Как-то Может Надо Мы Понимаем Что Мы Часто Сидим Во Время Молитвы Но Если Ты Встанешь Это Намного Сильнее Будет Правда А Складнешь Колени Еще Сильнее Чем Встанешь А Просто Ляжешь Когда Пред Господом Вообще И Вот Мы Опять Так Поиск Бога Связан А Бог Говорит Смотрите Приблизь К Богу И Приблизиться К вам И дальше Он показывает Как Приближаться Как Это Не увеличивает Количество Слов В молитве Или Молитвенное Время Нет Смотрите Очистите Руки Грешники Исправьте Сердца Двойдушные Закрушайтесь Плачьте И рыдайте Смех Ваш Добратится В плач И радость В печаль Смиритесь Перед Богом И Вознесет Вас Не Злословьте Злословит Закон И судит Закон А если Ты судишь Закон То ты Не исполнитель Закона Но Судья Видите Опять Иаков Показывает На эту Ловушку Потому что Это ловушка В которую Вот вроде Простейшая Вещь Но сколько Верующих Людей Оказывается Пойманными В этой Ловушке Нам Кажется Что Приблизиться К Богу Нужно Что-то Такое Для Бога Вот Такое Вот Сделать Что-то Особенное Как-то Особенно Сказать Какие-то Особенно Проникновенные Слова Или Может быть Особо Долго Или Особо Громко Или На коленях Простоять Час В молитве Чтобы Аж болели Кости У тебя Суставы Болели И Бог Скажет Как этот Любит Меня Человек Ведь Ему Больно А он Стоит Ему Голодно А он Не ест И ты Скажешь Вот Приближаюсь К тебе Господи А Бог Говорит Нет Часто Такие Люди И Такими Людьми Наполнены Христианство С табличкой Молитвенники Часто Очень Я не хочу Их путать С настоящими Молитвенниками Потому что Настоящая Молитва Это Проявление Нашей Всей Жизни Всей Жизни Когда Ты Не просто На того Обиделся С тем Поссорился Про того Сплетню Рассказал А потом Приходишь К Богу Боже Давай Господь И Пошел А в разговоре Ты мастер Ты ему И так И сяк И так Ему Сказал И так Ему Сказал Ну просто Красавчик Такой Только Толку От этого Нет Никакого Потому что Приблизиться К Богу Это Когда Ты Прекращаешь Говорить Обидные Вещи Прекращаешь Говорить Какие-то Злоречия Когда Ты Реально Исправляешь Свою Жизнь Очищаешь Свои Руки То есть Свои Руки Как Символ Дел Силу Каких-то Твоих Предприятий Твоих Поступков Ты Начинаешь Менять Свою Жизнь Синхронизируясь С тем Кем Бог Является Любовь Добро Да Благость Милосердие Искренность Вот Где Находится Поиск Богу И Его Можно Вообще Делать Молча Даже Но Когда Ты Начинаешь Реально Менять Свою Жизнь Соответственно Это И в Ветхом Завете Сказано Разделись Голодным Хлеб От Одинокровного Не Укрывайся Вот Что Такое Поиск Бога А не То Что Мы Просто Не Едим И Громко Кричим И Думаем Что Это И Есть Наш Поиск Бога Это И Есть Особо Любящие Богу Да Нет Это Особо Часто Амбициозные Люди Которые Даже Своим Поиском Бога Нередко Возвышаются На другими Мы Бога Ищем А Вы Мы Богу Молимся А Вы А Сколько Вы Часов Молитесь Богу Есть Такие Вопросы Дурацкие Совершенно Я считаю Что Значит Как Это Общение С Богом Может Измеряться В Часах В Килограммах В Чем Твой Поиск Бога Он Измеряется Только В том Насколько Твоя Жизнь Синхронизирована С его Жизнью Вот Тут Намного Сложнее Часто Простить Человека Чем Набалаболить Кучу Слов В Молитве Вот Реально Внутри Простить Внутри Открыться Внутри Быть Искренним Это И Есть Настоящий Поиск Бога Это И Есть Настоящие Духовные Переживания Давайте Сейчас Закроем Глаза И Склоним Головы Драгоценный Я Как Пастор Так Хочу Чтобы Никто Из вас Не Был В Заблуждении Не Занимался Какой-то Псевдодуховностью Мартышкиным Трудом Не Думал Что Бог От Тебя Прячется Нет Это Как Супруги Могут Жить Под Одной Крышей Сидеть В Однокомнатной Квартире И Быть Друг С Другом На Огромном Расстоянии Вот Точно Так же И мы Мы Можем Быть Вот Здесь На Земле И Прямо Вот Где Твои Ноги Сейчас Стоят Там Божье Присутствие Он Везде Вокруг Тебя Везде Он Тут Но Ты Можешь Быть На Огромном Расстоянии От Него Где Внутри Себя Как 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 Это Расстояние Преодолевается Как Нерелигиозностью Вы Поймите Мы Не Обманем Бога Не Обманем Мы Не Изобразим То Чтобы Он Не Понял Ничего Он Все Понимает Поиск Бога Это Нерелигиозные Слова Это Когда Ты Начинаешь Менять Внутри Себя Отношения Понимаешь Что Если Бог Долго Терпеливый То Ты Начинаешь Быть Больше Терпеливым К людям А Нас Всевременно Окружают Люди Которые Нас Так Или Иначе Раздражают Насколько Ты К ним Терпелив Настолько Ты Понемножку Синхронизируешься С Богом Или Когда Тебе Те Кому Ты Дал Добро Ответили Недобром И Так Внутри Хочется Обидеться На Этих Людей Но Ты Вспоминаешь Своего Господа Иисуса Христа Который Молился За Обижающих Его И Нам Заповедовал Делать То же Самое А Нам Не Хочется Нам Лучше Покричать Час Чем Что То Реальное Изменить В своем Отношении А если Ты кричишь А сердце Злое Ты кричишь К Богу А сердце Равнодушное Ну какой Толк От этого Мы Внутри Должны Синхронизироваться С Ним Это и есть Приблизиться К Богу Физически Он Везде И ты От него Не уйдешь А вот Внутренне Он Может Двигаться В одну Сторону А ты В другую Он Направляется В сторону Любви А ты В сторону Ненависти Он Прощает А ты Постоянно На кого-то Обижен Он Благой И добрый А ты Постоянно Злишься И Рассказываешь Сплетни И слухи Распространяешь За спинами А потом Приходишь Кричишь Молишься На колени Становишь Красивые Песни Споешь К чему Это Богу Только Сердце Нужно Синхронное С Его Мы Внутри Себя Приближаемся Он Недалеко От каждого Из нас Но Внутренне Мы можем Быть Так Недалеки Всемогущий Господь Я Благодарю Тебя За То Что Твоё Слово Срывает Всякую Религиозную Мишуру Показывает Нам Сущность Псевдодуховности Чтобы Мы Не попали В эту Ловушку В ловушку Религиозного Поиска Бога В ловушку Религиозного Приближения К Богу Ты Показываешь Нам Что Настоящий Поиск Происходит Внутри И это Может быть Даже Без Слов Но Ты Видишь Сердце Когда Наше Сердце Меняется Боже Яви Милость Свою Благодать Помоги Нам Господь Прямо Сейчас Если Мы Обижены На Кого То И Внутри Нас Горечь Прямо Сейчас Боже Чтобы Мы Отпустили Обиду Не Держали Обиду Обида Это Всего Лишь Наша Неправильная Реакция Да Люди Могут Ошибаться Но Мы Не Должны Обижаться На Них Я Молю Мой Бог Чтобы Внутри Не Было Обид Чтобы Было Прощение Чтобы Господь Внутри Мы Были Более Терпеливыми С Людьми Которые Нам Кажется Чего-то Не Так Делают Или Не Так Понимают Боже Дай Нам Этой Милости Быть Терпеливыми Господь Боже Я Молю Тебя Чтобы Мы Были Любящими И Любили Не Только Тех Кто Делает Нам Добро Но Те Кто Делает Зло Также Ты Заповедуешь Нам Любить Всех Всех Я Молю Мой Бог Чтобы Мы Проявляли Эту Благость Внутри Помогали Тем Кому Можем Помочь Не Были Как Тот Священник И Левит Которые Прошли Мимо Доброго Самарянина Не Были Религиозными Людьми Которые По Настоящему Никого Не Любят Потому Что Когда Мы Не Любим Ближних Мы Не Любим И Тебя Благослови Господь Благослови Меняй Нас Меняй Чтобы Наша Жизнь Была Синхронна Твоей Жизни Наш Дух Соединялся Со Святым Духом А Соединяющийся С Господом Есть Один Дух С Господом Чтобы В нас Были Те Же Самые Чувствования Как И во Христе Иисусе Мы Хотим Настоящей Веры Настоящего Посвящения Настоящего Служения Я Благодарю Тебя Господь За Каждого Человека В этом Зале Я знаю Что Ты Так Любишь Каждого Из Нас И Ты Ни От Кого Из Нас Не Собираешься Убегать Прятаться У Тебя Нет Лицеприятия Каждый Из Нас Дорог Для Тебя Потому Что Мы Твои Дети Твои Сыновья И Твои Дочери И Я прошу Тебя Господи Избавь Нас От Религиозного Безумства Открой Нам Путь Истинного Приближения К Тебе Когда Мы Очищаем Свои Руки Очищаем Свои Сердца Очищаем Свои Мысли Господи Чтобы Тебя Было Как Можно Больше В Нас И Через Нас И Тогда Боже Мы Начинаем Ощущать Тебя Ощущать Твое Присутствие Тогда Свет Твой Восходит Наша Жизнь Новится Как Полдень И Твое Благословение Наполняет Каждое Наше Дело Божие Благослови Нас Чтобы Мы Ушли От Религиозного Псевдопоиска Бога К Настоящему Духовному Переживанию К Настоящему Духовному Поиску Во Имя Иисуса Христа Возьми Руку Ближнего Господь Спасибо Тебе За Церковь Спасибо Тебе За Нашу Духовную Семью Спасибо Тебе За Братьев И Сестер Спасибо Тебе За Народ Который Стремится Познать Тебя Ищет Тебя Благослови Мой Бог Чтобы Мы Были Живым Народом Не Религиозным Собранием А Живым Жаждущим Народом Я Знаю Мой Бог Что У Каждого Из Нас Есть Нужды На которые Можешь Ответить Только Ты Есть Проблемы Которые Решить Можешь Только Ты Но Как бы Громко Мы Кричали Часто Никакого Ответа Мы Не Получаем Потому Что Настоящий Поиск Бога Это Стремление Жить По Слову Твоему Воплощать В себе Твои Черты Уподомляться Тебе Господь И Тогда Приходят Ответы Тогда Приходят Благословения Я Молю Мой Бог Благослови Каждого Благослови Наши Жизни Благослови Наших Детей Какие Сложности Благослови Благослови Господь Потому Что Мы Хотим Действительно Приближаться К Тебе Не Формально Не Религиозно А В духе В своем Сердце Уподобляясь Тебе И проявляя Тебя В своей Жизни Благослови Человека Чью руку Мы Держим Пускай У него Будет Все Хорошо Твоя Рука Будет На нем На его Жизни На его Семье На его Работе На его Судьбе Благослови Господь Мы молимся И мы верим В силу Благословения Которое Передается От руки К руке От сердца К сердцу Благословение Твое Как живой Поток Слава Да будет Тебе Иисус Аллилуйя Хвала Тебе Иисус Благословение Благословение